Всем привет! Сегодня 11 августа, и я записываю свой отчёт для СП Сады Шетлайн. Последний свой отчёт был, мой отчёт был где-то 2 месяца назад, я не смотрела дату, и на самом деле прибавления очень большие. Так, я посмотрела по видео, и оказалось, что я показывала всего ничего, всего 4 водные лилии. Я всё время путаю, как они называются. И вот тут вот. Так, за это время очень много всего прибавилось. Я сделала бисер. Почему-то мне кажется, как будто я записывала видео и его удалила. Так, в общем, у меня была ниточка, которую мне вложили бесплатно. Елена положила. Она тоненькая и очень удобная. Её было мало для всей работы, и примерно вот на таком, вот где-то тут, она стала заканчиваться. Я купила гамовскую мононить и попыталась ей повышевать. Так вот, вот что из этого вышло. Весь бисер просто ужасно лёг. Конечно, он ужасно лёг, но я сомневаюсь, что буду его переделывать. Так, что же это за ниточка? Это нитка Немо. Я опять-таки у Елены заказала её. Взяла две ниточки, две катушки и не указала размер. Мне пришли две разные. Одна потолще и другая поменьше. Мне нравится больше поменьше, потому что она действительно тоненькая. Это не леска. Она сейчас... Ну вот, просто нить обычная. Очень удобная. Не знаю, может быть, попробую всё же от Юли. Что-то там, Invisible Thread. Ну, не знаю, когда это будет. И вторая потолще. Скорее всего, я попробую ей пришивать уже большие бусины. Также я попыталась пришить... Ну, просто проба была. Проба первая, так скажем. Пришить вот тут вот бисеринку. Сейчас всё вытащу. Вот, я попыталась пришить вот эту бисеринку. И я не знаю, как её пришить. Потому что, чтобы она нормально держалась, это надо со всех сторон. Вот, крест. Ну, как болгарский крест, можно сказать. И выглядело это всё не очень. Так что я не знаю, как её пришить. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше я сделала стрекоз. В инструкции сказано сначала вышить Rainbow Gallery. В инструкции сказано пришить, сделать бэк вот такой ниткой. Это Rainbow Gallery Treasure Braid Petite. Она примерно как Криник номер 4, но она мне больше нравится. Я решила, что, если есть возможность, то в других работах, например, в Миробилии Криник, буду заменять Rainbow Gallery. Вообще, потрясающий в работе. Ну, закручивается, конечно, но не так сильно. И, в общем, я в восторге. Дальше надо было пришить бисер. От стрекозы я в восторге. Действительно. Также, когда я это вышила, я думала над тем, что просто вот этот фрагмент вышить. Вот там дальше. И оставить вышивку. Так. Ну, и закончить как бы её вышивать. В этом фрагменте я вышивала Karen Wattel-Livis. Вот переходы очень красивые, по крайней мере, мне так кажется. И синий, и бирюзовый, и фиолетовый. Также тут в уголках идут всякие шовчики. Я немного... Вот тут вот я сделала по инструкции Мартины. А вот с этой стороны я по-своему сделала. И мне больше нравится, как я сделала сама. Потому что если у Мартины в инструкции сказано начинать вышивать слева направо, то есть так постепенно, и выходит вот сюда вправо. Ну, или влево, смотря откуда вы начинаете. И мне не нравится, как ложатся вот тут вот ниточки. Я решила делать с двух сторон. То есть сначала тут одну ниточку. Так. И вот сужение. И получалось... Мне больше так нравится. Вот с этим шовчиком возникли некоторые проблемки. Ну, вот именно вот с этим фрагментом. Потому что тут два шовчика. И они как бы друг на друга. Но вроде справилась. Вот этот фрагмент тоже очень нравится. Так вот. Я думала над тем, чтобы не вышивать вот это. Вот это все. Но когда я вышила... Ну, вот эти листья, в общем. Я поняла, что это просто потрясающе. Это даже лучше, чем если бы я не вышивала их. Все смотрится очень органично. Просто потрясающе. Вот. Правда, тут цветов вот... Ну, просто немерено. Вот я еле как справилась. Ну, вот если листочки еще нормально, то водные лилии это просто тихий ужас. Там, наверное, 33 цвета. Причем цвета по три крестика в каждой. И там такой коврик сзади. Сейчас я вам покажу. Так что, если вы приверженец идеальной изнанки или вы просто слабонервный человек, перекрутите немного видео. Так вот. Это еще нормально. Вот. Я уже просто... Если вот на водных лилиях я еще старалась там микростежком закрепить, то, перейдя на стрекоз, я просто отрезала нитку. Ой, просто пипец. Трекозы, на самом деле, оказались очень нелегкими. Легкими, я бы сказала. Не знаю, минут за 15 каждую можно сделать. Я что-то думала, надо засечь, но что-то забывала. Цветов. Вот два цвета тут буквально по два... Два... А, так, насчет цветов. Вот два цвета тут буквально по два микростежка. Вот это черный. И вот этой ниточкой. Силу Клейм Брейд. Вот такой. Также по два стежка. Это золотого. Но после него я сразу же делала бэкстич. Так что, ладно. Коврик тот еще. И было два варианта. Это вышивать в две нитки полукрестом. Ну, я имею в виду про стрекоз. Или в одно сложение крестом. Я решила все же вышивать полукрестом два сложения. Ну, мне так больше нравится. Так. Травушка-муравушка. Травушку-муравушку я вышивала, по-моему, выкладная нить, что ли, называется. Ну, в общем, там идет работа двумя нитями. Ну, по крайней мере, я так делала. Одного цвета. Выкладывала вот эту нить. И другой нитью, как бы, вот, стежки, чтобы туда-сюда не ходила. На этом вроде вот все. От процесса я просто в восторге. Так. Вот. Вот бисер на стрекозах. Вот эти цветочки. Бисер вот тут. Я сделала, не знаю, меньше за неделю. Меньше, чем за неделю. Это, на самом деле, для меня было очень быстро. Потому что тут цвета, вот, действительно, просто ужас. От того, сколько их тут. Вот это, конечно, помедленнее шло. Но когда добралась до бэкстича на орхидеях, моя работа вот просто встала на два дня. Потому что я просто не хотела вышивать их. Но травушку-муравушку быстро сделала. Так что пока я, наверное, отложу и приступлю к другой работе. Кстати, еще запуталась с направлением стрекоз. Вот, видите. Я хотела, чтобы направление как бы менялось. Вот тут хвостик вот так идет. А тут хвостик вот так. Но что-то пошло не так. Я перепутала и сделала наоборот. Тут я поменяла направление и пошло не так. Надо было, чтобы было вот так. Хочется сказать, что блестит все это просто нереально. Действительно классно блестит. Бисер отличный. Все бисеринка в бисеринке. Когда, скорее всего, я возьмусь за эту вышивку в следующий раз, я пойду, скорее всего, делать вот тут вот вторую рамочку, где будет много шовчиков. На этом уже точно все. Все, спасибо за просмотр.